Морфология сознания на предмет механизмов работы системы воспитания и контроля за развитием неокортекса человека в советские времена. Потому что меня очень много спрашивают о том, что можно ли восстановить ту самую старую советскую систему контроля за развитием детей, которая была. Послушайте то, что я сейчас расскажу, как участник этого процесса. И вы сделаете сами выводы. Сейчас у нас юбилей. 99 лет пионерской организации. Ну что ж. Это очень интересная организация. Ее создал как бы комсомол в 1922 году. И скоро отметим юбилей. Дело в том, что она входила органической частью в ту систему воспитания и образования, которая сложилась полноценно где-то к 60-м годам. То есть потребовалось почти 40 лет. Ну, войны мешали там всякие безобразия. Поэтому надо себе представлять эту конструкцию в целом. То есть то, что я описываю про созревание мозга, касается не только мозга, но и системы контроля за его развитием. В чем она состояла? Дело в том, что ребенок как только появлялся на свет, он сразу отказывался под контролем. Ясли, детский сад, школа, институт. При этом задача была очень простая, поначалу о чем я пишу. Оторвать детей от родителей для того, чтобы нарушить патриархальную систему воспитания и образования. И перезаменить ее новой коммунистической. Вот в этой системе создание пионерской организации было таким очень важным и очень органичным компонентом. Дело в том, что именно в момент пребывания в пионерии формируется неокортекс. Обратите внимание, что в пионерскую организацию вступали в 9 лет. Ну, иногда в 8, там чуть-чуть, небольшой люфт и был. И заканчивалась пионерская организация в 14 лет. То есть началом полового созревания, которое я описываю в своей книгах. То есть это самое блестящее время, когда неокортекс, кора головного мозга интенсивно формируется. Именно в этот момент можно заложить человеческий мозг уже на осмысленном уровне. Это крайне важно. Совершенно новые социальные инстинкты. Конечно, в детском саду и в первом и втором классе средней школы это тоже происходило. Но на базе неосознанного запечатления лимбической системы и емкость очень невелика. А вот на кортекс интенсивно растущий давал огромные возможности. Поэтому пионерская организация охватывала именно этот период. Важнейший при формировании личности человека. Ну и понятно, что в те времена не было того обмена информацией, которая есть сейчас, что давала прекрасные инструменты в руки педагогов и воспитателей. Ну вот Москва 1973 года, о котором будет идти речь, она специфическая была. По Кремлевской набережной не был вот этот снимок сделан в то время, 1973 год. Не было ни одних «Жигулей», их только выпустили. Их там выпустили 400 тысяч штук к 1973 году. И они, конечно, как вы знаете, сразу же почти все переехали на Кавказ. Главный центр строительства коммунизма в те времена. Так вот, пионерские лагеря, они, так сказать, отражали общую конструкцию страны, в которой еще, кстати говоря, была гостиница «Москва», которая вот снята от храма Василия Блаженного. И начинались пионерские лагеря. А это самое интересное, потому что там нет школы. Пионерский лагерь – это летний период времени, три месяца, когда школьники оторваны не только от родителей, но и от школы. И там вот эта система воспитания формировалась очень жестко и четко. Пионерский лагерь – это была изолированная система воспитания детей вне родителей. Они приезжали, конечно, но это было эпизодически. Начиналось все с дороги. Детей сажали в автобусе, такие пазики были, или такие зелки с большими кузовами, которых в начале июня везли по всему Подмосковью. Дороги были запружены этими колоннами с детьми. Вывозили их в пионерские лагеря, обычно от предприятий. Ну, я был в пионерском лагере от МЗМА. И начиналось все с дороги. Пионеры, празднично одетые, в белых рубашках и галстуках, ехали. Приезжали, тут же их строили на линейку и, значит, разбивали по отрядам. То есть это уже было заранее в списке составленное. Возраст детей соответствовал отряду. Первый отряд – самый старший. Уже престарелые пионеры, где-то ближе к 14 годам. Ну и, соответственно, пионеры каждое утро отчитывались о наличии пионеров. И личная поверка была перед завтраком обязательно в виде пионерской линейки. Ну, ясно, что были подготовлены специальные помещения для сна. Обычно вот в том лагере, в котором был я, там было на 12 человек, что вы, собственно говоря, видите. Ну и каждое утро начиналось зарядки, потом четырехразовое питание, завтрак, обед, полдник. И ужин между обедом и полдником для нагуливания драгоценного веса, привес, чтобы рос, был послеобеденный сон. Все очень чинно и благородно. Ну и, естественно, что появлялось какое-то время, которое между этими событиями, которое пионеры, конечно, пытались использовать не по назначению. При первой возможности они пытались сычкануть, то есть сбежать, удрать после обеденного сна. Ну или при наличии свободного времени тут же начинались потасовки. Такие же точно, как у всех детей во всем мире. Но этого времени было очень мало, потому что пионервожатые не надеялись на то, что благородные пионеры будут лежать на одеяльце и читать книжечки. Нет, такое встречалось, но очень редко. В основном было совсем другое. Поэтому всех занимали. Проводились футбольные соревнования, там с выдачей медалей грамот. Вечерами после полдника работали кружки разнообразные. Там и зоологические, и лепки, и резьбы под дерево, и чего там только не было. Ну, я там регулярно набивал, например, этих мышек и дохлых птичек, которые пионеры находили в большом количестве. Ну, учил таксидермизму, насколько сам знал. Ну, и всякие мероприятия, футбол, вот этот самый, бассейн, если был, то тут же начинались всякие плавательные соревнования. Ну, и праздники, естественно, самые разнообразные. А кроме этого, несмотря на то, что на праздниках скакали там черти, водяные и прочие всякие мероприятия с песнями и танцами, детей возили, возили во всякие хорошие места, ну, например, Троицк-Сергиеву Лавру. Или вот здесь пионеры сняты около такого лавочки в Рубеле в Абрамцеве. То есть культурное развитие было, и оно сочеталось, конечно, с очень ненавязчивым, но очень четко организованным таким воспитательно-пропагандистскими мероприятиями. Ну, например, обязательно проводились фестивали дружбы народов. То есть, ну как же, советские социалистические республики замечательные, те самые, которые, значит, теперь передрались между собой насмерть, они тогда, так сказать, интегрировались. И в пионерских лагерях, кстати говоря, дети были из самых разных этих самых республик, и никаких особых проблем не было. Но мероприятия проводились, пионеры ходили там с гербами социалистических республик, флагами, выступали, имитировали некие национальные традиции, песни, особенно, если кто знал язык. То есть это все очень активно поддерживалось, и свободного времени не оставалось. Более того, проводились, например, патриотические всякие мероприятия, как то, что вы сейчас видите на кадрах. Это в память о начале Второй мировой войны, к памятникам погибшим воинам, приводили пионеров, устраивали там большие слеты. То есть времени свободного не оставалось, и таким образом формировалась не столько навязчивая система внушения тех или иных принципов, нет. Создавалась среда, в которой просто не было никаких альтернатив. И вот за созданием этой среды следили по вечерам фильмы, фильмы, если уж фильмы, то про войну там или какие-то приключенческие. То есть все это происходило ненавязчиво. То есть да, конечно, пионерский галстук, да, конечно, пионерский салют, да, конечно, все мероприятия, связанные с государственными интересами, проводились и к ним готовились. Но кроме этого были и нормальные детские мероприятия, которые не были так политизированы, как вот, например, память о 22 июнях. По этой причине с 9 до 14 лет дети формировали неокортекс в такой среде, в которой не было дополнительных раздражителей. Ну, были, конечно, отщепенцы и всякие там мелкие мерзавцы, которые нарушали пионерский режим, там, мазали друг друга зубной пастой по ночам, там, мальчики и девочки, вполне понятно. Ну, вот, и ваш покорный слуга был неоднократно изгнан из дружной пионерской семьи, как раз за всякие такие мероприятия. Ну, это проходило как фон. Ну, вот, и таких случаев было минимум. Все, что я вам показывал во время этого ролика, было снято вот такой камерой, Zenit 3M, с объективом Industar. Кроме этого, в пионерском лагере был заводской фотограф, который приезжал раз в неделю, и он еще выдавал такие замечательные объективы, как Гелиус или Таир светосильные, которыми надо было снимать пионеров. Я это делал, негативы отдавал, но то, что осталось, вот, из этого мне удалось показать вам несколько кадров. Это съемки все лета 73-го года, когда я, как престарелый пионер, работал фотографом, помощником фотографа в пионерском лагере, ну, и, соответственно, часть негативов осталась, особенно те, которые не интересовали заводское начальство. Снималось все в основном на пленку КН-3, и поскольку она была бесплатной, пленка дорого стоила, 30 копеек, это по тем временам довольно много. Можно было, например, в документальный кинотеатр сходить три раза, там, два пятачка бросал, как в метро, и можно идти научить поп-фильмы смотреть, сколько хочешь. Ну вот, поэтому деньги были большие, поэтому выдавалась пленка. Ну вот КН-3, КН-4, которая называлась ВЧ еще, за высокочувствительность, ну, где-то 250 единиц, но приходилось составлять проявитель самому, поскольку приходилось делать так, чтобы понижать чувствительность, уменьшая зерно. Зерно было очень большое на этих пленках, ну, киношные пленки, чего что-то говорить. Но, тем не менее, кое-какие представления, надеюсь, вы получили. А завершая ответ на вопрос, могу сказать, что по сути дела формирование неокортекса это ключевой момент в развитии человека. И когда так ненавязчиво и умело это проводилось, это остается потом на всю жизнь, как некий критерий ценностей социальной системы, в которой вырос человек. Восстановить это будет очень сложно. И надо, конечно, это все делать на совершенно иных принципах. Поток информации, которым сейчас обмениваются дети, нельзя контролировать. Поэтому надо создавать систему иного рода. На этом я с вами прощаюсь. Приятного конца мая. Я надеюсь, что оно будет солнечным и недождливым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok